Добро пожаловать в мультик, в эфире вечерний подкаст новостей Сонер Геймс. Он топ модель по-сонарски, он супер модель Сонария, он многократный чемпион конкурсов моделей, он фотогеничен, он ведет для вас вечерний подкаст новостей с Джефитом. Не переключайтесь. Новости Dragon Adventures. Закончилась вторая война гильдии Dragon Adventures. Разработчики благодарят всех за участие и будут использовать все ваши отзывы, чтобы улучшить систему, поработать над некоторыми из наиболее сложных аспектов балансировки и добавить еще больше задач и контента, включая пвп. Они собираются на те время, чтобы продолжить инновации в системе и быть готовы к третьей части Гильдвардс, которая выйдет немного позже в этом году. Что новенького в грифонах? Будут искать способы улучшить ежедневные награды, а также значимые и забавные причины, чтобы вернуться в игру. Также официальный дискорд Гриффин Дестани будет преобразован в мультиигровой сервер для ролевых игр о животных, что означает, что Гриффин Дестани присоединится к другие ролевые игры о животных, которым они могут разработать. Разработка Гриффин Дестани не остановится и будет продолжаться вместе с другими ролевыми играми про животных, поскольку они разрабатываются одной и той же командой. Разработчики Sonar Games рады представить последний игровой шедевр, захватывающий ролевую игру и мягкий пвп-симулятор в игровом и захватывающем мире. Приготовьтесь отправиться в захватывающее путешествие, где вы сможете легко переключаться между ролевой игрой и режимами пвп, а также исследовать необыкновенное множество существ из разных биомов, временных зон, включая динозавров и мифических животных в будущем. В этой новаторской игре у вас будет возможность находить, продавать и собирать удивительные разновидности этих существ. Хотя возможности настройки могут быть немного ограничены по сравнению с другими играми Sonar Games, глубина игрового процесса и очарование животного царства будут удерживать вас в течение нескольких часов. Еще более захватывающим является то, что разработка этой новой игры будет тесно связана с популярной игрой Гриффин Дестани. По мере того, как в игре про животных появляются новые механики, совместимые с Гриффин Дестани, они будут плавно интегрироваться в существующий игровой процесс. Приготовьтесь к беспрецедентному слиянию двух эпических приключений. Вот краткий обзор некоторых захватывающих механик, которые приготовили разработчики для нас. Плавное переключение. Легко переключайтесь между режимами ролевой игры и пвп, чтобы адаптироваться к предпочитаемому стилю игры. Исследуйте обширный мир, наполненный ценами, экспи и деньгами, которые ждут, что вы их обнаружили и собрали. Доступные логово, на которые можно претендовать. Сделайте ставки и делайте каждое логово своим личным убежищем и в постоянной развивающем всем мире. Пвп бои со способностями. Вы можете в них участвовать и использовать уникальные способности существ, чтобы перехитрить своих противников. Управляйте своим инвентарем, собирайте ресурсы, используйте интуитивно понятную систему мягкого строительства для создания собственных структур. Откройте для себя широкий выбор коллекционных персонажей, каждый из которых имеет свои отличительные черты и сильные стороны. Мягкий режим настройки. Проявите свое творчество с помощью мягких параметров настройки, позволяющих вам в ограниченной степени персонализировать своих существ. Невероятно уникальные существа, начиная от животных, существующих во всех биомах, до исторических зверей и даже мифических и выдуманных существ. Эта игра, разработанная с Sonar Studios, это действительно более быстрый проект. Так как у Sonar Games большие планы на новый, более крупный проект после запуска этой игры, они взволнованы и надеются, что мы тоже. Раздел на официальном дискорде грифонов, посвященный этой игре, называется Animal Project. Разработчики-дизайнер проекта Eritia, инженеры проекта Alertcoder F, Keep4H, Hello42, 3D-художники Eritia, Azaf3D, 2D-художники Stud04, Я, Ё, Мама, Фат, и дизайн мира, Джексон и Eritia. О, новости по Сонарии. Интересно, что это? Дают загадку разработчики и показывают улучшенные анимации для Кируко. Мини-событие 4 июля продолжится на этой неделе. Нет нового контента запланировано для этого события, но будет некоторое обновление. Появится два новых существа. Один для гачи сладостей, Джамблбаш, он как большое и жуткое существо в тематике мороженого, но я правда не вижу там никакого мороженого. И в магазин ротация приходит очаровательная рыбка Койни, она будет как редкое существо. Какие изменения произошли в рекоде? Добавили ремейк Лура и Зиети. Пассивная способность Wing Shredder, она замедляет воздушные цели на время, даются 10 существам. Территория товарища поста теперь также дает болезнь территории. Дрожественный уровень от огня теперь уменьшен на 50%, если вы находитесь в стае. Максимальное количество игроков в паке увеличено с 6 до 8, улучшено прицеливание дыханием на мобильных устройствах. Добавлена способность восстановления воды, оно повысит частоту источников воды в вашем районе, дается 4 существам. Способность Array Water Refill увеличена с 10 до 20%. Яйца теперь могут нюхать существа, которые могут их съесть. Новый небольшой источник воды в джунглях. В джунгли добавлено новые листва, пещеры добавлены в Pride Rocks, Mesa и Redwoods. Небольшое улучшение и управление поворотом скольжения. Гниение мяса было перенастроено, теперь это процент от времени жизни мяса и будет влиять на количество гниющих туш. Все тушки сделаны немного крупнее. Flowering Buff. Цветение бафа теперь отображается для женских существ как болезнь. 2x яйца в беременность, которая уже существовала. Вводная пассивная регенерация увеличена с 0,5 до 0,75. Исправлена ошибка, из-за которой существа Extiler Sledge не могли собирать яйца. Увеличена пассивная регенерация воды. Урон хвоста каратаса у Мейншенс с 450 до 175. Глобальная скорость полета 5-го тира летунов понизилась, теперь они на 5% медленнее. Яйца теперь начинают пополняться с самого высокого выросшего яйца, а не по порядку. Да, нет, добавили, чтобы подтвердить запрос на продажу видов. И да, нет, подтвердить запрос на покупку в избранном магазине. Планеры, которые могут совершать рывки, водные и некоторые поводные, теперь могут делать и то, и другое при выходе из воды. Увеличено значение бега для существ первого и второго тиров. Увеличена скорость плавания для водных видов. Agile Swimmer теперь увеличивает скорость. Возвращен режим производительности из лайф-игры, где удаленных персонажей скрыты на медленных устройствах. Расход выносливости во время засады увеличен на 20%. Увеличена скорость анимации камер для мелких существ. Отключена плавная камера на очень маленьких существах. Слегка увеличена скорость поворота при планировании. Исправлена ошибка, из-за которой вы могли получить болезнь территории для территории, не входящих в набор. Различные улучшения производительности, а также исправление, из-за которого сытость не давала ягоды и другую травоядную пищу. На этом новости вечернего подкаста завершены. Подпишитесь на канал Мультиплеер. Всем удачи и пока-пока. Все, снято, снято. Субтитры сделал DimaTorzok